Господи, помилуй, Господи, помилуй, Милуй, Господи, помилуй, бездно заключивый мертвозрица и смирною, и плаченицей вився во грубе полагается, якосмертный, бессмертный, жены же придуша, помазать его миром, плачущая, горько и вопиющая, сия суббота есть, преблагословенная, в ней же Христос уснув, воскресня, тридневен, содержаевся на кресте, вознесейся и рыдается дварь того, видящая, наговисяща на древе, солнце лучи сокры, и звезды отложивши свет, земля же со многим страхом поколебася, и море побежей, и камень не распадейся, гроби же мнозья, отверзавшиеся эти леса, воссташи святых мужей, однизусти нет, иудеи советуют о клеветате Христово воскресенье, жены же взывают, сия суббота есть, преблагословенная, в ней же Христос уснув, воскресня, тридневен, Субтитры создавал DimaTorzok И.,. Субтитры создавал DimaTorzok И. Субтитры создавал DimaTorzok Во крови, где бездыхает, полагается то спасение нас поющее, и сгадетелю Божьем благу славенье. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, уязвите ада, в сердце прием, уязвите нога, в ребра, и воздыхает огнем Божественным, и ждеваем во спасение нас поющее, избавителю Божьего благословения си. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, богат в гроб себе, во прием, якоспящийся, и сгадетелю жизни Божественной, и закровище показать во спасение нас поющее, избавителю Божьего благословения си. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, законом умерших, ежи во гробе положения, и всех приемлет жизнь, и сего источника показует восстание во спасение нас поющее, избавителю Божьего благословения си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и призна его веки веков, аминь. Едино в пяше, неразлучное, ежи во Адаме и во гробе, и во Едеме, Божество, Христово, Отцу Отцем и Духом, во спасение нас поющее, избавителю Божьего благословения си. 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 Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, разрушися при чистых храм, падшую же, совоставляй с кинью, Адаму по первому вторы, и же, вы вышлик живы, сниди даже до адовых сокровищ, и гоше отпуск, и благословите священницы Господь, и людей превозносите во все веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, разрушися при чистых храм, падшую же, совоставляй с кинью, Адаму по первому вторы, и же, вы вышлик живы, сниди даже до адовых сокровищ, и гоше отпуск, и благословите священницы Господь, и людей превозносите во все веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, при стадии за сучеников Аримакеи, и же, изрядствуя от Иосиф, не с тобой, и нагозря над всеми Бога, просит и погребает, дабы и отрасли благословите священницы Господь, и людей превозносите во все веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и святому Духу и ныне, и при стадии во веки веков, и мини, от чудес новой, и благословите благословите священницы Господь, и людей превозносите во все веки. Боже наш, слава Тебе, и благословите священницы Господь, и людей превозносите во все веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и благословите священницы Господь, и людей превозносите во все веки. Боже наш, слава Тебе, и благословите священницы Господь, и благословите свет복. Памя Тебе, и благословите священницы Господь, и благословите священники Духу ины взятых. И вознесусь, о славу и нехрестану Якову, верою и любовью Тя величающая. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! В стране в Твоем Рождестве болезней, избежавших почестиства, ублажився, безначальний сын. Ныне житя, Боже мой, бездыханно, зрячий и мертво, в оружии печали, растерзай все люди, но воскресни, якода возвеличуся. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! В стране в Твоем Рождестве болезней, избежавших почестиства, ублажився, безначальний сын. Ныне житя, Боже мой, бездыханно, зрячий и мертво, в оружии печали, растерзай все люди, но воскресни, якода возвеличуся. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Земля покрывает мягко тяча, но устрашают все адовые братницы, одеяно видящие, одет ее храбовленную. Матерь и смущение, враги, Бог крестом поразит, яка Бога, воскресну, паки, и возвеличуся. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, и Сыну, и Святому Духу, имени и пресно, и в веки веков, аминь. Да рады и вся тварь, да веселятся все земнородние, враг Бог, пленися, ада. С мир и жены, да сретают Адама, Бог с Евою, избавляю все родно, и в третий день воскресну. Слава Тебе, и Сыну, и Сыну, и Сыну, и веков, аминь. Слава Тебе, и Сыну, и Сыну, и веков, аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал... Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. 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 Небесный тебе славу славу и отцу и сыну и святому Духу на небесную веку. Христос Воскресе! 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 И смерти, смерти, смерти поправ, Висущим в ограбежье водорова, Христос воскресе и смерти, Смерти, смерти поправ, Христос воскресе! Слово огласительное святого Иоанна Златоустого во святый и цветоносный день преславного и спасительного Христа Бога нашего воскресения! Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества! Аще кто раб благоразумный, да внидет, радуясь в радость Господа своего! Аще кто потрудися, постяся, да взпримет ныне динарий! Аще кто от первого часа делал, есть, да примет днесь праведный долг! Аще кто по третьим часе прииди, благодаря, да празднует! Аще кто по шестом часе достижи, ничтожи, да сумниться, ибо ничим же отщетевается! Аще кто лишиси девятого часа, да приступит, да приступит и ничтожи, сумняся, и ничтожи бояся! Аще кто точию достижи, ибо едино на десятый час, да не устрашився замедление! Любочестив, боссы и владыка, приемлет последнего, якожи и первого! Упокоевает в едино на десятый час пришедшего, якожи, делавшего от первого часа! И последнего милует, и первому угождает, и он ему дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерения целует, и деяния почитает, и предложения хвалит! Тем же уба, внидите все в радость Господа своего, и первие, и вторие, мзду приимите! Богатие и убозие, друг со другом липуйте, воздержницы и ленивие, день почтите! Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь однесь! Трапеза исполнена, насладитесь все! Телец упитанный, никто же да изыдет алчай! Все насладитесь от мира веры, все восприимите богатство благости! Никто же да рыдает у Божества, явися, Бог, общее царство! Никто же да плачет при грешении и прощении, Бог, от гробов от сия! Никто же да убоится смерти, свободи, Бог, нас спасла смерть! Угаси ю, и же от нея держимый! Плени ада, сошедыва ад! Огорчи его, вкусивши плоти его! И сие предприемый Исаия вазапи! Ад благолит! Огорчися, сред те доли! Огорчися, ибо упразднися! Огорчися, ибо поруган бысть! Огорчися, ибо умертвися! Огорчися, ибо не зложися! Огорчися, ибо связася! Прият тело и Богу приразися! Прият землю и среди неба! Прият еше видяше, и впадево еже не видяше! Где твоя смерть и жало? Где твоя аде победа? Воскресе, Христос, и ты низверглся и си! Воскресе, Христос, и подоша демони! Воскресе, Христос, и радуются ангели! Воскресе, Христос, и жизнь жительствует! Воскресе, Христос, и мертвый, не един во гробе! Христос, ибо востап от мертвых, начаток усопших в исть! Бому слава и держава во веки веков! Аминь! Боже, Боже, светлость, но я в оси наше благотворять! Воскресе, Христос, и благотворять! Воскресе, Христос, и благотворять! Христос, и благотворять! Воскресе, Христос, и благотворять! Христос, и благотворять! Воскресе, Христос, и благотворять! Воскресе, Христос, и благотворять! И благотворять! Боже, Боже, святого, да и благотворять! Христос, и благотворять! И Çeviri ve Altyazı M.K. ПЕСНЯ 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 Духовно торжествую все великие и славные праздники воскресения и смерти Спасителя мира, мысленно созерцая Его восхождение от гроба, обращая ко всем вам жизнеутверждающей, исполненной внутренней силой необоримой правды и радости возраст. Христос Воскресе! Светозарная постальная ночь является человечеству в полноту Божественной любви, по которой Прилечный Сын Небесного Отца принял на себя человеческое естество и стрелый от болезни греха и, сойдя в адские глубины, сокрушил оковы смерти, даровав нам бесценную возможность единства со своим Создателем и Промыслителем. Приобщаясь к этой всей покрывающей любви Господа, мы обретаем непобедимое оружие против неуправителей тьмы векости Его, против духов Злова Поднебесной. Мы преодолеваем страх, вызванный ограниченностью нашей человеческой природы и обретаем способность безбоязвенно смотреть в лицо любым вызовом времени. Ибо в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Неслучайно Евангелие многократно возвещает нам слова Господа, произносимые им для одобрения и укрепления Духа своих последователей. Не бойся! Страх будущего боясь опасности неведомых, днимых или реальных угроз – это чувство, знакомое многим. Но Господь пребывает с нами, если только мы сами не отвергаем Его. И во дни прославления Его победы над смертью Спаситель вновь вызывает каждому из нас. Не бойся, только веруй! Пусть наше поведение, противоречащее лукавому духу века сего, станет зримым подтверждением правды вечной. Ибо хотя ныне мы и пребываем в условиях общественной и религиозной свободы, стремление жить в соответствии с христианскими и нравственными нормами по-прежнему означает движение против течения. Она обнаруживает несогласие с теми стереотипами поведения и позиций оправдания реха, которые настойчиво и системно внедряются в жизнь людей через современные средства воздействия на сознание. Обратившись ко Господу, мы можем выбраться из духовной пустоты и царствующего в мир эгоизма, увидеть свет Воскресения, воспринять его как путеводный ориентир, шествовавшись к небесному граду. Источником сил в этом движении к вечности достанет для нас приобщение к единой евхаристической чаши, докрепит нас благодать всей Святаго Духа, даруя нам душам неотъемлемый мир, стойкость вери в преуспеянии в добродетелях. Приобщаясь с телом и кровью христовых, мы, по слову Священного Писания, становимся причастниками Божественного естества, способным изменять свое природное состояние. Через причастие мы получаем возможность уподобиться во всем тому, кто ради нас уничтожил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду и статом человек, смелил себя, быть послушным, послушным даже до смерти и светлых крестов. Здравствуйте и духовные изменения самого себя являются главным залогом и основанием для преображения жизни общества, народа, страны. Невозможно изменить к лучшему целое, несовершенствуя их участие. Правильное умонастроение людей всех возрастных социальных и политических групп непосредственно определяет благополучие Отечества. От того, каким будут наши жизненные векторы, зависит путь развития всех государств исторической Руси, Церкви нашей и в предельном значении всего творения Божьего, врученного нам Создателя, чтобы беречь и хранить его. Молительно желаю всем вам, дорогие мои, неославного пребывания в радости о воскресшем победителе ада и при изобильной помощи свыше в ваших повседневных трудах. Христос Воскресе! Патриарх Московский, Россия Руси, Пасха Христова, 2013 год, Руспенский Патриархский Собор. Спасибо. Песня. Твое воскресенье, Твое молитвы славы, и Твое святой Богу. Твое воскресенье, Твое воскресенье, Твое воскресенье. Твое воскресенье, 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 Твое воскресень Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Прощение и отставление грехов при грешении наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и генерал мирами у Господа просим. Очевидно, живота нашей главы и покаяния исключается у Господа просим. Христианский кончин и живота нашего безболезненный и постыдный мирный и доброго ответа на страшную святящую крестовую просьбу. О, дай Господи! Пресвятую и причистую и преблагословенную славную Владычицу нашу Богородицу и приснаниву Марию со всеми святыми помянувшая сами себе друг друга и весь живот наш Кресту Богу предадим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чаю воскресенье Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благодаря пришествия, Боже, очисти, Венешанг и помидор. Твоя, о Твоих, Тебе приносящие, о всех из-за вся. Благодаря пришествия, Боже, очисти, Венешанг и помидор. 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 Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Божией, Твоей благодатью. 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 ПЕСНЯ 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 Верую я в Иси, сотворивший небо блудниц, Длудницу со слезами пришедшего к тебе отгнал Иси. Ниже мотаря отвергл Иси покаявшийся, Ниже разбойника, познавший царство твое, отгнал Иси. Ниже гонителя покаявшийся оставил Иси ежебель, Но от покаяния тебе пришедшая вся в лице твоих другов чинил Иси. Единцы и благословенные, всегда, ныне и бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Божий мой, ослаби, остави, очисти и прости мне Грешному и непотребному и недостойному работ по Ему. При грешении и согрешении грехопадения моей, Геликатис от юности моей, даже до настоящего дня и часа согрешив, Ащи в разуме и в неразумии, ащи в словесек, или делях, или помышлениях, И мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, И молитвами в бессиме народ шитя, причистые пресноделы Марии, Матери Твоей, единое непостыдное надежды, И предстательство и спасение моего. С подобиями они осужденно причаститесь и причистых, Бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, По оставлению грехов и в жизнь вечную, По освящению и просвещению крепости стеления, И здравии души же и тела, И в потреблении всесовершенное погубление Лукавых моих помыслов и помышлений, И предприятий и ночных мечтаний, Темных и лукавых духов, Бог, я к Твоей старству и силой славы, И чести поклонения с Отцем, сытым Твоим Духом, На непресной и вовеки веков, аминь. Тело дерзя восприятия, да не опален буду, Но приимеме, я коже, онное и просветимое душевное чувство, По поляме греховные вины и молитвами в бессиме народ шитя, И небесных сил, я ка благословен я си вовеки веков, аминь. Все приступают к божественному причащению, Садитесь людьми, опалившими приобщением, Огонь боясь и недостойная по поляе, Но оба очистимы от всяких скверных, Боготворящую кровь ужаснись и человече зря, Огонь боясь и недостойная по поляе, Божественное тело и обожает меня питает, Обожает дух, ум же питает странно, Усладил мяйся любовью Христе И изменил мяйся божественным твоим мрачением, Но попали огнем невещественным грехи мои, И насытитесь ей же в тебе наслаждение сподобие, Далеко я возвеличаю блаженство пришествия твоя По святости, святым. Ииси во истину христос, Сын Бога живого пришед и в мир грешный, И спасти от них же первое, если нас ищи верою. Яко сиесть самое причистое тело Твое, если и самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй меня, и прости мне согрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И с подобием я не осуждено, причердитесь. Пречистое Твое таинство, оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные дни, сыни Божьи, причастниками, а при имени Бог врагом Твоим тайну повем. Не лоб заняти, дам я ко Иуда, но я ко Расбудник, исповедую Тя. Помяни мя Господи во Царствие Твое. Для них сут или во осуждение будет мне. Причащение святых Твоей таинств Господи, на мой исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут только те, кто подготовил себя постом и молитвами, кто был накануне на исповеди и получил благословение священника. Со страхом Божьим и верой приступите. Причащение святых Твоей 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 и верой приступите. Играет музыка 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 Богу предадим. Смелие Господи, Господи. Ярко Ты, сила священия наше, и Тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и признан его веки веков. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и признан его веки веки веков. Благослови и благослови, и Тебе славу воссылаем. Господи, Господи, освященник, Тебе уплывающийся в земле Твое, благослови, достояние Твое. Исполнение Церкви Твое, сохраняя святилюющий Бога, и Тебе славу воссылаем. Благослови и благослови и благослови, и Тебе славу веки веков. Благослови и благослови и благослови, 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 и благослови и благослови. образуя на Христе заклад и говорим в нас, в деле Агнца, землячика Греки мира, возлюбленного Сына, до Его Господа нашего Иисуса Христа, в имени Смиря, намолим Тебя, признанок, лев, сия, и в мусор, отрешение, свободу и приведение улучихам пред Твоим величеством ныне во всесветлой сей преславный Спаситель День Пасхи сей приносим нас же сего приносящих и так лапзающих и от него вкушающих Твоему небесному благословению причастники быть и сотворить и всякую болезненную дугу от нас и твоей силой от жени и здравия все подавая ибо и си источник благословения и цель вам подателем тебе слава высылаемся безбедначальному Отцу соединородным твоим сыном и присвятимым благим и животворящим твоим духовным и присно его веки веку аминь благословения Песня. 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 Песня «Самая величайшая» за всю историю человечества, потому что именно в этот день, именно в этот праздник совершается Великая Победа, схватка между жизнью и смертью. Бог-жизнодавец, тот, кто дарует жизнь всему на земле, Он приходит для того, чтобы свое непослушное творение, то есть нас с вами, Адама и Еву, все человечество Ему непослушное, спасти. Так это непослушание Богу, оно ведь просто так не проходит, бесследно. Как только человек ослушался Бога, так сразу заслужил адскую темницу, и адские цепи и узы сковали человеческую природу, и всякий, кто рождался здесь, на земле, обречен был на смерть и пребывание в аду. Таков закон непослушания Богу, таков результат греха – это погибель и узы ада. Темница, потому что Бог есть свет, Он есть жизнь, Он есть полнота благ, Он есть истинное бытие. Всякий, кто от Бога отходит, оказывается в полной противоположности, во мраке, во тьме, в безобразии, в хаосе, в греке, в страдании. И так всякий грех отделяет от Бога. Но грех Адама и Ева был настолько тяжек, что совершенно удалил все человечество, погрузил туда, в глубины бытия, в адскую тьму. Ад – это некий погреб сотворенного бытия, в котором пребывают нечистые падшие духи. Это место максимального удаления от Бога. Это то место, где божественный свет уже сияет в своем самом-самом погашем виде. И вот Христос, для того, чтобы исправить это плачевное положение, сам Бог приходит в мир, становится человеком. Совершает величайшее чудо. И все это описано в Евангелии. Если мы внимательно будем читать Евангелие, то мы многое поймем для себя. Мы поймем значение жизни и смерти, мы поймем смысл любви, поймем смысл и ценность человеческого существования. Все, что Бог создал, все, что вне Бога, смысл его заключается лишь только в одном – в том, чтобы быть вместе с Богом, быть максимально к Богу близким, быть единым с Богом. Вот в чем смысл нашего с вами существования. Так вот, значит, получается, что единение с Богом – это и есть главный смысл существования всего тварного, всего, что Бог создал вне себя. И вот наступает момент в истории человечества, некая точка, в котором Бог и человек слились в единое неразделимое целое. Это Бог и человек Иисус Христос. Один великий богослов и философ византийский, преподобный Максим Исповедник, писал, «Христос – это и есть великое таинство, ради которого и был сотворен мир, ради которого была сотворена вся Вселенная. Все сотворено ради Христа». Потому что во Христе совершается некий итог и конечная цель. И Он говорит, «Все, к чему движется время, история, к чему движется все сотворенное, это и есть Христос. Ради Него все было создано. И к Нему все устремляется». И вот этот момент, эта точка единения, максимального единения Бога и человека во Христе, это и есть пик человеческой истории. Так Христос, Он не только соединяет Бога и человека, Он еще и совершает дело спасения, так как человечество, ведь оно находилось под законным владычеством дьявола, смерти и ада. Именно поэтому просто так человек не мог опять с Богом соединиться. Нужно было разрушить этот закон силами человеческой же природы. И вот Бог не извне Своей Божественной силой, нарушая как бы закон, но все по закону делая, принимая на себя человеческую природу, человеческую плоть и душу разумную, через этот некий начаток, эту частицу совершает освобождение от власти ада, смерти и дьявола. И Он приходит в мир для того, чтобы того, кто когда-то в древнем райском саду совершил дело непослушания, для того, чтобы Его вывести из адской тьмы. И вот Он приходит на землю. Но здесь на земле Адама и Евы нет. Они потому, что уже там, подземелья, заточены в аду. И для того, чтобы действительно извлечь человечество из этой темницы, Бог совершает великий подвиг ради нас с вами. Во-первых, Он выплачивает долг, как бы дань. Ведь действительно человек был должником смерти и ада. Он сам себя отдал под его власть, и нужно было выкупить человека. И вот эта искупительная жертва, это и есть распятие Христа на кресте. Григорий Богослов пишет, несколько капель крови, пролитых со креста, спасают всю Вселенную. Потому что кровь Христа, это самое ценное, что есть на земле. И вот, когда Его распяли, погребли, в огроб положили, душа Его снисходит в эти подземелья. Ну, как по некой инерции, как по физическому закону, как только душа от тела отрывается, сразу идет в ад. Так было в Ветхом Завете. И так же и душа Христова снисходит в глубины ада, в эту темницу. И тут ад проглотил его душу. Но через душу Христову человеческую воссияло нетварное божество. И ад, адская тьма отступила, ад не смог удержать себе Христа. И, как пишут наши гимнографы, поэты церковные, ад изблевал из себя Христа. Не смог его в себе удержать. И с этим исходом из ада совершился исход человечества. Потому что Христос не один вышел, а Адама и Еву взял за руки и вывел всех праведников из адской тюрьмы. И возвел их в рай, туда, где должны быть все люди. Вместе единение с Богом. И ради того, чтобы снизойти в эти глубины адские, вот у нас была Страстная Пятница Великая, он претерпевает, представляете себе, страдания, мучения. Бог мучается, страдает ради каждого из нас. Ради меня, ради тебя и ради тебя. Бог страдает. Никакой другой Бог в других иных религиях нету такого Бога, который страдает ради своего любимого, возлюбленного творения. Конкретно ради меня страдает Бог. И снисходит в глубины ада, в темницу бытия. И оттуда возводит мою природу, возводит ее на небеса. Конечно же, такого Бога нужно любить, нужно его слушаться, волю его исполнять, исследовать за ним. Волю его исполнять каким образом? А вот осталась после него Церковь, после Христа. Церковь – это и есть тело Христово. Церковь – это и есть Сам Христос. Потому как главное таинство церковное, главное действие церковной жизни – это вкушение божественного тела и божественной крови Христовых. Это и есть главнейшее дело Церкви – совершение таинства Евхаристии и причастия. И ради этого таинства и мы с вами живем и существуем, христиане. Так вот, значит, Христос когда-то давно был распят, умер, потом воскрес из мертвых, потом вознесся на небеса, как бы возвел туда, в райские божественные чертоги, возвел человеческую природу и тем самым положил путь и начало для каждого из нас. И каждый, кто крещен, каждый, кто верует, исповедует Христа, кто совершает уставные молитвы церковные, соблюдает посты, входит в храм на богослужение, причащается к святых тела и крови Христова, кается в грехах своих, тот идет путем Христовым. Я желаю, чтобы Пасха сегодняшняя была также шагом в нашем пути в Царствие Божье. Аминь. Христос воскрес! Моистос воскрес! Вот так, смотрите, мы даже до утра не домолились, уже служба закончилась. А по древним уставам молиться нужно до самого рассвета, от заката и до рассвета, всю ночь. Вы устали? Нет. Ну кто-то устал, кто-то не устал. Так вот, раньше каждое всеночное бдение, вот с субботы на воскресенье, это нужно было от заката и до рассвета выстоять вот так в храме всю службу. А утром уже совершалась литургия. Вот такие подвижники были раньше христиане. А мы с вами, ну, на Пасху, на Рождество, иногда на Богоявление служим всеночные, как воспоминания тех древних обычай благочестивых христианских. Ну, может быть, Бог даст нам силы, мы будем с вами тоже служить всеночные бдения, иногда, почаще, в году, от заката до рассвета, потому что ночь — это тьма, а молитва, обращенная к Богу, — это свет. И вот смысл христианской жизни, смысл и миссия Церкви в нашем мире — это чтобы разгонять тьму и утверждать свет в этом мире, нести свет Евангелия Христова Благовестия. И сегодня мы утром, вернее, уже вчера утром, на субботне утреннем мы читали Евангелие, когда Христос сказал, «Теперь власть мне дана над всем миром», он апостол говорит, «Идите и проповедуйте Евангелие, крестящие все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа». И вот это крещение дошло до нас с вами сегодня. Мы, крещеные, большинство из нас причастилось, почти 200 человек причащалось сегодня. Это очень хорошо и замечательно, потому что тело и кровь Христовы — это есть та жертва, которая искупает наши грехи, это есть то таинство, в котором мы каждый раз соединяемся с Богом, а затем грехами своими себя от Бога удаляем. Так вот, я желаю, чтобы мы чаще к Богу приближались и реже совершали грехопадение, и реже погружались в эту скверну и в этот смрад греховный. Значит, сейчас я положу два креста для целования после литургии, как это по уставу положено. Пока буду потреблять святые дары, а вы аккуратно, не толкаясь, облабызаете кресты, и кто принес куличи, яйца, мясо на освящение, значит, выстраивайтесь вдоль стен храма. На улицу не пойдем, там грязно и темно. Здесь, в храме, выстраивайтесь вдоль стен, и после того, как крест поцелуете, и я пройду окроплю святой водой молитву прочитаю соответствующую. Так, но просьба не шуметь сильно, чуть-чуть только шуметь. Христоствоваться и выслушайте благодатственные молитвы после причастия. Слава тебе Божия, слава тебе Божия, слава тебе Божия. Значит, смотрите, одни целуют крест здесь и выходят в ту сторону. Другие целуют крест здесь и выходят в северную сторону. Дайте проходит. Значит, кто тут целует, туда идет. Не туда, а туда. Понятно? Хорошо. Значит, где он? Как вы можете? Можете. Всего жития и шета надежды жизни вечной, пресносущной достигну покой, и держа празднующий глаз непрестанный, и бесконечной сладо зрящих твоего лица доброту неизреченную, ты бы и си истинное желание, и неизреченные веселья любящих тебя, Кристе Божий наш, тебя пояса тварь, вовеки. Аминь. Владыко Христе Божий, царевиков и садителю всех, благодарю тебя всех. Я же, Месси, подал благих и опричащений, и причистых и животворящих твоих таинств, молю бы тебя в лаже и человеколюбче. Сохрани, я же, души, светлость и тебе, лепоподобное ко Богу и владыце славу всевосылаем на всяк день. Тело твое святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет ми в жизнь вечную, и кровь твоя честная во оставлении грехов. Будешь ми в благодарении себе в радость, здравие и веселье, страшное же второе пришествие, твоей сподоби ми грешного, статя десну и славы твои молитвами, причистой твоей матери и всех святых. Дмитрий, Господи Иисусе Христе Божий наш, набражно мяс и освятия, яко же освятил и сел на его же тебе прийти, верный Авраам, яко, и благослови тебя, во всех богах и предиси, подобный и тельца убеган, и яко же журень и поведел, и систина, и твои позаблущие, и погиб, и тебе возвращаемся, да яко же сной, сподобися, твоей облагости насладимы, и систина, и освященный, и до тебе и благословенных насладимся с пищей всех нас, ибо и систина, и пища, и податель, плоти и тебе славу сылаем, что безначально твоим отцем и пресвятым, и благим, и животворящим твоим духом ныне и пресно, и во веки веков погиб, и трубой твоим, и Господь, и систи, 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 и ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...